а сейчас мы приступим к акварели и из материалов мне понадобятся кисточки я возьму одну синтетическую кисточку где-то около 4 сантиметров миллиметров толщиной с острым кончиком и я думаю что мне ее достаточно будет для для всей работы но тут очень много таких широких плоских линий поэтому я еще не знаю какими кисточками я буду пользоваться плоскими но точно они мне пригодятся и не будет удобнее сделать ставни там например какие-то вот эти квадратики под окном буквально чтобы одним мазком и легко получилось сейчас не знаю что выйдет так что я набрала все плоские кисточки которые у меня есть разных размеров какие где я их применю я пока еще не решила и первое что я сделаю это большую заливку ну кстати вот для заливки мне понадобится белка вот для больших заливок я просто хочу сразу весь вот этот квадрат все пространство залить светлым светлым тоном розовым я ни к чему не крепила лист потому что у меня лист 300 грамм по толщине поэтому сам по себе толстый и не будет сильно корежится и так для такой маленькой работы можно его ни к чему не крепить но если вам удобно то закрепите на планшете и первым тоном я возьму какой-то очень светлый розовый цвет намного светлее чем этот вот здесь он есть вот этот розовый тон и залью всю работу потому что так как это улочка узенькая и дома такой же яркости стоят напротив друг друга они обмениваются цветом поэтому вот этот белый который мы видим положить да ну то есть у него есть все равно какой-то легкий розовый цвет тут все будет в этой розовой гамме розовый я возьму у меня тут отдельно есть розовый хинокридон и буду намешивать где-нибудь на кусочки пробовать розовый мне нужен не чистый хинокридон а скорее всего какой-то потеплее немножечко я в него могу желтый добавить ганза желтая по моему да хорошо смешивается можно даже чуть-чуть оранжевого вот розово-оранжевый такой теплый оттенок потому что солнечный день но кстати цвет должен быть не очень яркий вот совсем совсем еле заметный и слегка розовый теплый я увлажню вот этот кусок у меня все ровненько разошлось увлажняю внутри рамочки все причем делаю быстро это все почему-то у меня кусок видео пропал здесь у меня вот такой вот фиолетовый с розовым хинокридоном я сделала заливку в той части где у меня есть тень вот вот эту часть я делала здесь то есть вот такие зубчики и сейчас жду когда у меня подсохнет легким голубым провела по откосам очень светлым голубым дальше мы будем уже с вами все делать и первый слой у меня был заливка прям совсем легкий легкий розовый оттенок по мокрому вот он был вот такой розовый сейчас его найду сожалению я не знаю название своих акварельных красок в невской палитре в наборе я их меняла уже ну вот какой-то такой теплый розовый у меня для общей заливки теперь сделаю вот этот цвет намешаю и по мокрому сделаю общую заливку вот этого вот этой части кроме двери этот цвет я намешиваю опять же тот самый розовый наверное еще и розовый хинокридон вот какой-то такой более холодный розовый и разбавляю водой что у меня выходит ну какой-то такой да оттенок опять же я делаю по мокрому этот кусочек обхожу только вот эту часть навес я войду только там щелочка вот между навесом и я сейчас возьму синтетическую кисточку потому что тоже более тонкие вещи идут и синтетиками не делать их проще тут уже и заливка в принципе небольшая совсем синтетикой заливать не очень хорошо на ней мало воды а вот для каких-то деталей эти как раз хорошо для небольших деталей сюда вниз идет этот розовый все я беру опять же немного розового хинокридона много вот такого теплого потеплее розового я не знаю как он называется только оралового я просто в один момент накупила себе много розовых красных оттенков мне интересно было кто какой и не подписала сразу жилье об этом сейчас это у нас кусочек трубы светлый мы оставляем в принципе вот этот вот параллелограмм тут должен быть белый кусочек мы его можем в принципе промокнуть а можно ставить так вот кстати вот эти линии хорошо делать плоской кисточкой убрать каплю можно отжав кисточку на тряпочке или салфетке и собрать кисточкой отжатой вот эту каплю как есть вниз опускаемся здесь я хочу оставить посветлее какие-то фрагменты куста а вниз опуститься уже да вот тут вот прям розовый оставляю тут такая самая глубокая и достаточно розовый тень от вазы вот сюда уходит можно ее размыть немножечко здесь сушим сюда вот здесь у меня будет оранжевый вот такой но оранжевый тоже через розовый оранжевый я беру у меня вот есть красивый такой яркий оранжевый прям очень яркий на камеру даже не видно какой он звонкий так такой розовый вот такой красный вот он уже красным стал вместе с оранжевым но мне нужен больше розовый сейчас посмотрим какой мне больше нравится ну вот какой-то вот такой оттенок мне нравится да много оранжевого розовый но не красный больше оранжевого и так я сейчас опять делаю мокры вокруг окна оставляю сухим только окно трубу вот этот вот правило грамм для того чтобы линию сейчас не сбить я немножечко не довожу до четких до тех мест где мне не хотелось бы испортить сейчас заливкой цвет допустим зеленый я обхожу белый кусочек окна обхожу до края не довожу заливку потому что довести заливку до края я могу уже потом то есть даже если она не будет мокрой до маленький кусочек довести это не страшно вот здесь под горшком там где тени я тоже провожу делаю мокром на тень захожу и до линии асфальта до линии пола вот этот весь дом я закрашиваю такой вот яркий цвет беру у меня какой-то розово-оранжевый получается но пока достаточно светлый и если мне будет не хватать цвета я залью потом еще одну заливку добавлю там если у меня будет какой-то не прокрас где-то это ничего страшного наоборот все эти зайчики вот незначительные да они неплохо смотрятся я оставлю под цветы лучше намешивать лужицу сразу на пластиковые палитры и потом если вы пользуетесь заливкой такой большой вот на большую плоскость потом просто пользоваться цветом из этой лужицы тут больше оранжевого прям светлее вот здесь цвет будет тут светится будет тут у меня уже подсохла заливка но я достаточно там где у меня уже подсыхает я там беру больше цвета на воды на кисточку чтобы чтобы мои вот эти мазки не оставались вот такими черточками чтобы они мягкий край имели не высыхали пока я далеко от них работаю ну вот внизу тут у нас тени очень контрастные поэтому тут я жесткий край оставляю все так наша оранжевая стена сейчас она подсохнет немножко будем смотреть что где добавить вот здесь вот ступеньки я вижу что они какие-то коричневые с розовым оттенком а наверху они больше зеленоватые то есть та самая охра в принципе я могу вот сюда добавить зеленый это будет цвет ступенек прям травянистый зеленый добавляю а может быть вот верхняя часть ступенек будет вот именно такой а нижнюю часть ступенек я нет это очень ну да вот какой то вот такой вот ближе сюда смешиваю с красным и наверное сделает не очень ярким сейчас просто позеленее еще чуть-чуть зеленого сюда да вот такой оттенок верхний краешек будет потемнее а внизу я могу вытереть кисточку и убрать краску списать на более светлый вообще сейчас уберу здесь мягкостью вы кровь и промокну чтобы дальше не лезла какой-то такой охриста да вот такой охриста коричневый серый сюда даже если фактур какая-то не пропрашивается так это хорошо такая тонкая полосочка вот здесь будет кусочек видим хочу сейчас сделать яркий светлый малиновый цвет это вот прям чистые розовые хинокридоны я его очень сильно разбавляю водой для вот этих цветов малиновый какой-то малиновый яркий очень яркий выходит на сейчас поярче добавим оттенка поярче он не везде здесь кусочки прям какой-то не желтый туда добавлю потом из него сделаем оливковый надеюсь вот я сделаю опять беру зеленый он тут будет очень приглушенным наверное я залью прям целиком вот эту часть и потом просто добавлю в него очень яркие капельки розового так вот сюда я не могу добавлять ладно оставлю вот здесь вот эту часть пока нужно с оранжевым разобраться сначала вот сюда не заходим потому что тут нужно сначала целиком сделать оранжевый сейчас подберу легкий оранжевый тон для трубы которая вот здесь у меня расположена и для вот этого пространства не только дверей а еще и косяков потому что рефлекс от двери падает на белые косяки и они тут тоже будут окрашены в легкий оранжевый оттенок да кстати верхняя поверхность вот ступенек да тоже может быть слегка оранжеватая и вот этот тон я здесь здесь не может быть здесь мазну немножко вот она светится не так явно как я показал на предыдущей работе а тут он явно присутствует этот цвет я беру просто яркий оранжевый и разбавляю его водой цвет будет очень легкий сначала а потом я введу туда более яркие оттенки я его ну вот до такого наверное да я могу даже цвет взять с бумаги я все буду делать по влажному боковой не трогаю вот этого водку белую не трог ступеньку я сейчас немного закрою и цветок я зайду на него слегка но не буду полностью закрывать хотя ладно светлым я закрою полностью но попытаюсь не не забираться на него оранжевый яркой так светлый оттенок я пускаю сюда это цвет рефлексов который падает на торцы дверного проема очень легкий теплый тон даю ступенька кстати вот этого цвета с бумаги которые я набираю достаточно больше не нужно ну там даже зеленоватый немножко в ступеньках похолоднее ну пусть у меня будет тот а тряпочку я снимаю лишнюю воду и там где я мне не нужен этот оранжевый я его немножечко уберу сейчас пока влажная бумага я как раз возьму самый насыщенный оранжевый тон я не боюсь что он у меня там ползут по мокрому если что я его уберу наверное я его еще немножечко смешаю с теплым желтым чтобы чуть-чуть его посветлее сделать вот такой желтый оранжевый у меня будет здесь я полностью закрою у меня уже немного подсохла она не сильно влажная то есть много не течет здесь можно смело добавлять цвет вот так как там совсем маленький кусочек этой двери и он будет темным я просто вот капельками там прохожу вот тут будет самый насыщенный кусочек там светленький торчит из-под ваз он там вообще высох вот здесь там где мы отмечали границу я здесь сделаю более оранжевый цвет там где границы тени внутри здесь тоже и сейчас будет немножечко еще подсыхать в этот момент я добавлю еще такой грязноватый цвет я оранжевый смешаю с фиолетовым или с фиолетовым или с ультрамарином в общем мне нужно его погасить сделать тень с ультрамарином у меня тут и нет его это более зеленоватый цвет а мне нужно сейчас я смешаю вот тут у меня есть синий есть розовый я добавила синего добавлю розовый получается фиолетовый вот у меня получается такой критиневатый тон может быть даже немного посинее еще то есть похолоднее вот серо-коричневый такой выходит и по краю где я обозначила тень я опускаю вот этот оттенок могу внутри квадратика аккуратно но только недалеко потому что там все-таки еще влажная эта краска будет растекаться пока так это будет тень она немножечко ярче чем мне хотелось бы ее видеть в окончательном варианте но она сейчас подсохнет и посветлеет я сделала от края темнее а теперь отжала помыла кисточку отжала ее и чуть-чуть уберу в серединке спешу туда-сюда разведу вот эту краску смешаю с оранжевым чистым который у меня сначала был мне хочется мне хотелось бы чтобы был мягкий край тени и плавный переход в оранжевый оранжевый у меня уже немножко подсох и поэтому чтобы смешать вот чтобы не было границы такой четкой я немножечко вот здесь размыла границу между оранжевым ярким оранжевым и коричневым пока у меня не высох вот этот кусочек он еще влажный слегка я сделаю вот в этом кусочке тень тень я сделаю того же цвета я беру фиолетовый гашу его на оранжевом может быть даже чуть-чуть синего но в принципе можно было с ультрамарином смешать я получила его все то что нужно и добавляю сюда этим же цветом я делаю окошко которое в глубине светится не очень темно сейчас уже подсохло в этом месте там в этом окошке есть маленький витражек я протру некоторые кусочки даже наверное плоской кисточкой потому что стеклышки там все-таки какие-то я вижу там красноватый такой легкий оттенок я его дам сейчас полусухой кисточкой красноватый зеленоватый какой-то я вижу там цвет отмываю вытираю кисточку почти сухой кисточкой набираю зеленый цвет и сейчас поставлю там такой даже оливковый я беру или нет лучше яркий зеленый взять он все равно будет приглушенным уже на коричневом фоне ну вот я туда несколько пятнышек поставила красных зеленых таких очень очень неярких здесь все у меня есть еще здесь тень такая вот ту же самую серую серый цвет тот же самый который я намешала тут какой-то оранжевый серый я проведу линию вертикальную по косяку так ну тут пусть сохнет займусь вот этой частью попробую плоской кисточкой вот она мне по ширине прям подходит такой очень легкий оранжевый оттенок мне нужен совсем светлый и я его сюда пущу прям сразу по сухому тут совсем крошечный кусочек поэтому нет смысла его делать по мокрому в принципе там даже желтоватый какой-то оттенок есть можно и желтый у лимонного там разбавить его сильно нет не лимонный 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 прям нет обычный желтый теплый какой-нибудь лимонный зеленым светится прям по сравнению с этим оранжевым да или у меня там зеленая просто испачкала краска сделаем теплый желтый очень сильно размоем мне к сожалению нет хороших плоских кисточек надо этим и заботиться легкий охристый тон ну или тот же он не такой оранжевый как все остальное как в двери я сейчас делала он пожелтее будет я его сейчас разбавлю чуть-чуть с оранжевым смешаю ну вот такой да легкий такой тон теплый я сейчас пущу на все окно в глубине там жалюзи у нас сейчас будет подсыхать и пока у меня будет подсыхать я возьму опять же вот легкий серый который у меня здесь был он у меня такой розовато-серый я смешивала фиолетовый оранжевый немножечко голубого у меня нет ультрамарина сейчас в наборе просто но если вы смешаете с ультрамарином слегка будет то что нужно вот такой серенький но при этом теплый и сейчас проведу вертикальную тень можно даже ярче ее сделать ширковатая она вышла но еще горизонтальная тень вот плоскими кисточками удобно это все делать но у меня просто все плоские кисточки ребенок заиграла вот тень дальше ну да она в принципе там пойдет я могу салфеткой кончиком кончиком салфетки протереть протереть ту часть которая более светлая вот здесь толщина окна которую мы видим снизу вот так я чуть-чуть его подчеркну вот так так это я оставлю теперь можно сделать трубы они тоже будут вот тот же самый серый который мы намешали оранжевый с фиолетовым и чуть-чуть синего и ну тут оранжевого просто будет больше разбавляем водой получается тут самый коричневый вот он мог бы быть немножечко зеленее ну ладно сейчас мы его покрасим чуть-чуть еще синеньким и он как раз станет зеленее так как я уже начала мешать все через фиолетовый я поэтому его и использую во всех своих смесях просто это даст мне общую цветовую гамму если вам по каким-то причинам не нравится вот именно такое сочетание оранжевый и фиолетовый все цвета можно намешивать разными способами вы можете поэкспериментировать и попробовать подобрать цвет тот который вам нравится у вас будет немножечко измененная цветовая гамма не такая как у меня но общий колорит останется тот же так что тут можно сколько угодно проходить уроков по цветоведению но ваш личный опыт это основные знания которые останутся у вас ярче всего так чуть-чуть я затемнила здесь и сейчас я возьму тонкую кисточку и просто уберу на свету но пока еще влажную по тому месту где у меня будет цвет я выберу краску полосочкой полосочкой точкой вот слепо и вот 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 Ну вот, трубы мои готовы, жду, когда подсохнет, чтобы добавить новых деталей. И думаю, чем бы мне заняться дальше. Займюсь-ка я вот этим окном и возьму плоскую кисточку, все-таки я сделаю по-мокрому вот эту маленькую часть тауни, которая ближе к окну. Я вижу в ней оттенки, то есть у меня вверху там будет позеленее какой-то такой грязно-зеленый цвет и поэтому я беру травянистый зеленый и смешиваю его с этой моей серой массой, потому что там не чистый цвет. Даже более темный беру, да, вот сюда пущу. Потом будет отражаться там какой-то оранжевый, да, опять же тот же самый оранжевый. Я, то есть у меня сейчас все будет опять в той самой цветовой гамме. Вот у меня светло-оранжевый там, но опять же он с зеленым, конечно. Там ставни бликуют. И внизу потемнее опять возьму, опять этот травянистый зеленый вот такой, да, тут он у меня уже испачкался, он чистый травянистый зеленый, веридоновый зеленый, иногда так называется цвет. Ну вот плоская кисточка удобнее делать прямоугольные объекты. Через расстояние я сейчас делаю еще одну ставлю, она более ровного тона и я ее сейчас вот буквально там через миллиметр заливаю краской. Жду, когда чуть-чуть схватится и беру тот же самый зеленый, вот он у меня. Чуть-чуть его разбавлю водой, он мне не нужен очень ярким. Наверное добавлю в него слегка изумрудного, чтобы чуть-чуть похолоднее его сделать. Так как это очень теплый цвет такой, сделаю его похолоднее изумрудным. сверху я бы добавляла немножечко желтого в него, но я сначала снизу пойду тогда вот этим холодным цветом, более холодным. То очень холодное получилось. То есть он у вас не должен быть изумрудным, но и таким теплым травянисто-зеленым тоже не должен быть. Хотя сейчас вот еще когда высохнет, поблекнет немножечко, он как раз станет такого именно нужного приглушенного цвета. А наверх я сейчас, когда вот буду подниматься, вмешаю опять оранжевый. Даже не оранжевый. Я туда желтый вмешаю, чтобы он был посветлее. Кисточка маленькая, не набирает цвет совсем. Так более светлый тон будет. Я вмешала сюда чуть-чуть желтую верхнюю часть ставни. Здесь потоньше делаю вот эти белые кусочки. Это у меня будут цветы на фоне ставни. Я, может быть, потом еще пройду. Если я пойму, что мне не нравятся вот эти такие легкие, еле заметные тона, я могу еще раз пройти по сухому. Только я сначала просушу. Вот сейчас в этот цвет я уже ничего вводить не буду и даже не буду пытаться, потому что он уже подсыхает. Вот в тот момент, когда акварельный слой начинает подсыхать и уже становится матовым, если вы попытаетесь ввести цвет, у вас он пойдет звездочками. Этот эффект, как в некоторых случаях, бывает нужен, но в моем случае сейчас он мне не нужен. Я размываю сейчас цвет, тот же самый, который использовала в ставнях, и использую его в горшках с цветами. Где-то он у меня будет целиком виден, этот горшок. так. Там еще зелень будет, но зелень будет немножечко другого оттенка, зелень я хочу сделать потеплее. Я возьму желтый, теплый-желтый, размешаю его с тем цветом, который у меня сейчас был и кое-где потыкаю, а то у меня зелень будет еще к тому же спускающаяся за пределы цвет горшка и наверх поднимающиеся, но очень светлые. Вот если бы я эту работу делала, не знаю, раз пять, наверное, я все-таки добилась бы того результата, вот смелого рисунка, когда сразу цвет берется тот, который нужен на нужном месте. Но сейчас я не очень довольна тем, что у меня получается своей робостью. Я сейчас хочу сделать эту ставлю, потом окно, и опять увлажняю, сделаю по мокрому. Возьму такой травянистый зеленый, немного изумрудного рядом, смешаю их, получу какой-то средний такой холодный зеленый цвет и, может, чуть-чуть пригашу его фиолетово. Вот ближняя ставня явно холоднее, она просто другим боком повернута, это потеплее. Но это я бы тоже немножечко похолоднее сделала, конечно. Но это потом еще раз пойду. Здесь будет тень, не то, что холодная, да, она будет холодной, но она будет темнее. Можно сюда фиолетового, и вот у нас так будет. Я ее даже сделаю чуть-чуть побольше разведу водой. Я сделаю по-сухому, но учитывая то, что по-сухому у меня получаются яркие линии. Я очень легко отжатой кисточкой вот этот краешек жесткий смягчу. Отжатой чистой кисточкой просто немножечко размою этот край, чтобы он не был с таким четким жестким краем. Пока у меня здесь подсыхает, я сделаю влажным вот этот кусок двери вместе с почтовым ящиком. И еще немножечко поярче сделаю саму дверь. На фотографии она у меня значительно ярче. Я открыла референс, он там бледнее будет. Но если вы начали работать по референсу, то в электронном виде который, то по нему и продолжаете работать, потому что то по моей работе с фотографией тут, скорее всего, не видно деталей, то по референсу не стоит разбрасываться, то туда, то сюда смотреть. Возьмите референс и работайте по нему, то есть от его цвета отталкиваетесь. Здесь мне не хочется, чтобы было очень ярко. Там такой рефлекс светится еще от козырька. А внизу я побольше цвета возьму. У меня на фотографии дверь достаточно яркая и теплая. Сюда же я сейчас, пока у меня влажные края вот здесь сделаю зеленый. Зеленый у меня будет, опять же, приглушенный через оранжевый. И чуть-чуть синего сюда добавлю, чтобы сделать его холоднее. Ну или можно его, в принципе, было, наверное, изумрудное пригасить. Ну вот, вполне холодный цвет. Это я делаю для того, чтобы у меня здесь не было четких, четкой границы вот этой зелени. Потому что здесь уже влажно, слегка расползется краска. Оставляю дырочки, чтобы в эти дырочки добавить цветы. Чтобы они не были совсем уж глухими. Я зеленый погасила, добавила в него немного синего и погасила оранжевым. Разбавила водой, у меня получился вот такой нечистый зеленый цвет, так как это все в тени. Сейчас же могу в него ввести красный, холодный красный. Вот такой у меня оттенок. Он достаточно насыщенный. Так. 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 Продолжение следует...